Лыжи и палки, стоящие в снегу, терпеливо ждут своих хозяев. Сами спортсмены на дистанцию выходить не торопятся, ведь встреча сегодня не совсем обычная. Поэтому перед стартом не разминка, а общая фотография участников первой в истории лыжной эстафеты поколений. Олимпийский чемпион 88-го года по спортивной ходьбе Вячеслав Иваненко не так давно получил травму руки. Но даже несмотря на то, что толкаться ему придется одной палкой, вышел на дистанцию. Ведь лыжи, по словам ходока, наш вид спорта. Готовясь к Олимпийским играм, мы очень много уделяли лыжной подготовке, именно лыжной подготовке зимой. Это выносливость. Выносливость и, можно сказать, объем, очень большой объем. Пять забегов по 10 человек. У каждой группы разница в возрасте в десяток лет. Эстафетной палочки участников нет. Главное – почувствовать командный дух поколений и поздравить область с предстоящим юбилеем. Арифметика эстафета в поколении проста. 70 участников, каждый из которых проходит расстояние 1 километр. В итоге получается 70. Цифра равна юбилею области. Дмитрий Ерлыков – ровесник Кузбасса, поэтому именно сегодня ему выпала честь закрытия эстафету. Прославленный советский спортсмен прошел всю дистанцию вместе с юной лыжницей Софией. Дмитрий Никондорович уверен, за будущее лыжных гонок в нашем регионе беспокоиться не стоит. Конечно, конкуренция очень огромная в нашем виде, потому что циклический вид спорта, бег, ну и легкая атлетика – это одно, что бегать нужно, много бегать. И хоть в лыжах, хоть в легкой атлетике все получится, я думаю. Трудолюбие молодежи и целестременности. После гонки, ну или точнее сказать спортивные прогулки на лыжах – вкусный обед. Организаторы надеются, что эстафета поколения станет хорошей традицией кузбасских спортсменов. И через 30 лет и старым лад пробегут вместе уже не 70, а 100 километров. Татьяна Савельева, Александр Белкин. Новости моего города.